После отпуска Дед Мороз и Снегурочка вернулись в Абруйск. Если в том году они поселились за городом, то сейчас решили быть еще ближе к своим маленьким поклонникам. Социалистическое 90, он же Центр Допообразования, он же Дом Офицеров. Здесь мы будем танцевать! Петелица, петь, играть! Сюжет предания больше похож на новогодний детектив. Товарищ по прозвищу Анчутка решил испортить праздник. Вырвал листы из книги Деда Мороза «Коллапс вселенского масштаба». Все сказочные герои попали куда угодно, только не к себе в рассказы. На помощь снеговикам пришли главные охотники за рождественскими чудесами – дети. Танцы, как отдельный вид оружия. Одни прям зажигали. Другие, как настоящие леди, предпочитают более сдержанные движения. Вернемся к сказке. К детям приходили все самые известные герои. Соловей-разбойник, Змей Горыныч, Василиса Премудра и даже Жар-птица. Появлялись они через лабиринт времени. Листаем дальше страницы новогоднего детектива. Под конец появляются Дед Мороз и Снегурочка. Вот они-то и помогли восстановить книгу сказок. Добро вновь победило зло. А все герои и ребята стали водить хоровод вокруг красавицы-елки. Расскажите, что вам сегодня понравилось. Как вообще представление? Мне очень понравилось. А кто именно из героя понравился? Горыныч. Как вам представление? Мне понравилось. Мне тоже. А кто именно понравился из героя? Черт! Змей Горыныч. Почему черт? Какой-то странный выбор. Ну, потому что внешность черный – мой любимый цвет. Понравилась тебе сказка? Да. А кто именно понравился из героев? Шамаханская девица. А чем она тебе понравилась? Потому что это красивое. Дедушка Мороз, Снегурочки, не устали? Вот каждый год поздравлять детей, дарить подарки? Нет, потому что наступающий Новый год – это праздник не только для детей, но и для их родителей. И для нас приятно всегда видеть улыбки детей, радостные, довольные их лица. В глазах радость, счастье, улыбки на лицах родителей, дедушек, бабушек. Маленьких гостей и их родителей ждала не только сказка. Мастерская Деда Мороза научила ребят своими руками вырезать снежинки и делать мягкие игрушки. Ребята смогли посетить контактный зоопарк, покормить животных. Кто-то не побоялся, вошел в клетку и попробовал погладить даже диких животных. И, конечно же, всех желающих, кто хотел насладиться вкусом блинов с джемом, конечно же, прошли на улицу и на открытой площадке на свежем воздухе попробовали вкус блинов. Резиденция будет работать с 19 декабря по 6 января, 25, 31 и 1 выходной. Всю информацию можно найти на сайте учреждения. Мы приглашаем детей и взрослых на новогодний праздник. В городскую резиденцию Деда Мороза по адресу улица Социалистическая, 90, мы будем рады видеть вас вместе с дедушками, бабушками, с родителями, с братьями, с сестрами. С наступающим Новым годом! Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.